Когда я вел духовную жизнь, когда я находился в Акук-Тоге, я очень часто голодал. Но чем голодать мне было тяжело из-за того, что ко мне приходили мысли. Почему же Бог не отвечает на мои молитвы, не дает пищу? Может, я что-то сделал неправильно перед Богом, поэтому Бог не отвечает на мои молитвы? Почему же Бог не слышит меня? Из-за таких мыслей мне было тяжелее всего. Но однажды я читал Евангелие от Марка 8 главу, и что там говорит Иисус? «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть». Если низшими отпустить их в домы, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Иисус Христос очень ясно знал о тех людях, которые собрались вокруг Него, и Он знал, что им нечего есть. Он говорит, «Нившими, если я отпущу их в домы, и их ослабеют в дороге». Когда я читал это слово, я смог обнаружить удивительную истину. Я голодный не потому, что Иисус меня оставил, но даже если Иисус будет со мною, порой я могу голодать. Я смог обнаружить эту истину, и после этого для меня голодать это уже не было проблемой. Каждый раз, когда я голодал до этого, я думал, что, наверное, Господь Бог не слышит мою молитву, потому что я что-то сделал неправильно. Так я часто размышлял. Но после этого, когда я это узнал, вокруг то у меня в Чангпале или в армии уже было не так. Когда я был в армии, то многие знакомые мне дали очень много денег. Однако, когда я шел служить в армию, я решил не брать с собой много денег. Тогда самая большая купюра, это было 500 вон. Я сложил одну купюру и положил в заднем кармане книги и оставил, чтобы использовать их в черный день. И потом, чтобы сделать печаль, нужно было 70 вон заплатить. И у меня было 100 вон, я заплатил 100 вон, и осталось 30 вон. И за эти деньги я пошел служить в армию. Но у моего товарища одного потеряли все вещи, поэтому очень трудно ему было, поэтому я ему дал 500 вон. Куда я потратил 30 вон, честно, я не помню. Каждую субботу в армии собирали деньги для того, чтобы устраивать вечеринки. Я сказал нашим ребятам, товарищи, мои родители небогатые, поэтому они не могут мне помочь деньгами. Но все сигареты, которые нам выдают в армии, вы забирайте. Всю мою зарплату вы можете взять себе. Это все, что у меня есть. И после этого никто не просил, чтобы я давал деньги. И я не участвовал в вечеринках, которые они проводили. И на протяжении трех лет без ни одной копейки я проводил службу в армии. Да, были очень разные события, но каждый раз я видел, как Господь Бог благословляет и милует меня. В 1968 году в июне я заканчивал службу, но в январе того года было покушение на президента Пактюрни, именно поэтому задержались с окончанием службы многих солдатов. Обычно раз в неделю отпускают людей с армии. И когда я службил в армии, тогда нас задержали на 53 дня, но меня же на один день раньше отпустили, именно поэтому я смог окончить службу относительно других ребят на 53 дня раньше. И на самом деле без задержек меня отпустили. Когда я пошел в свою комнату, чтобы закончить службу, но тогда я большинство времени проводил в церкви, и оказалось, что кроме шлема и моего оружия все у меня украли, и ничего моего не осталось там. Но я все-таки один из самых старших, поэтому меня скоро выпускают на свободу. Я могу сказать, ребята, как вы смеете брать у старших? Оно все быстро наклонились, и я могу всех наказать, и тогда за 10 минут без ни одного звука все ко мне принесут. Даже не нужно наказывать, нужно просто сказать, что принесите, тогда не принесут. Но поскольку я верил в Иисуса, я не мог так поступить. Каждый вечер я молился в молитвенном доме перед Господом Богом за это. Все закрывал. И громким голосом я молился перед Богом. оставалась неделя, и через неделю я должен все сдать и уйти на свободу. И был один солдат, который отвечал за кадровое распределение, и он говорил, офицер Пак, вы не хотите заканчивать службу? Надо все вернуть. Я молился перед Богом. Я сказал, Господи, по Твоей благодати три года без денег я смог провести службу в армии. и теперь осталось мне закончить службу, но, к сожалению, я не могу найти вещи, которые я должен вернуть в армию. За месяц до окончания моей службы в армии пришел капеллан, поскольку наша часть является образовательной частью, поэтому было очень много солдат. Однако же не было капеллана. Но пришел капеллан, которого звали Идюмсок. Он на один год старше был меня, и его отправили офицером, капелланом, поскольку он тоже пастор, и он не говорил со мной на Тэй. Он из провинции Чунгчан. И поэтому где-то месяц мы вместе с ним провели время. Однажды капеллан зовет меня и говорит, солдат Пак, ты вернулся и вещи, скажи. На диалекте провинции Чунгчан он разговаривал со мной. И сказал, да, пастор, уже все хорошо, все решилось. но интересно, он из кармана достал 2500 вон. на то время зарплата солдат была 360 вонов. Поэтому это были очень большие деньги. Я говорю ему, пастор, этих денег мне не надо. Он говорит, возьмите их. Я говорю, пастор, все хорошо. Но он говорит, возьмите. Нет, пастор, все хорошо. Я же сказал, возьмите. Тогда я сказал, пастор, хорошо, спасибо вам за эти средства. Я взял их и взял эти деньги. Я дал солдату, который отвечает за кадровую службу и сказал, слушай, я был в молитвенном доме и все мои вещи забрали. Это деньги, которые у меня есть. Давай ты этим и решишь. Он сказал, хорошо, без проблем. И так я смог закончить службу в армии. Знаете, когда я выходил за ворота, если будет такой Бог рядом со мною, то даже в пустыне Захара я смогу служить и прожить. И даже в Южном полюсе я смогу выжить. Я поехал в Кимчон, и когда искал место, или когда родился мой сын, да, несколько раз было таких случаев, когда мне было очень тяжело. Но Господь Бог каждый раз Он очень ясно слышал мою молитву и помогал мне. Некоторые плохие люди говорят о том, что я присвоил 150 миллионов долларов и обвинили об этом меня. Для того, чтобы проверить меня, добавили прокурора по отслеживанию банковских счетов и начали расследовать мое дело. потом прокуроры подделали документ и из-за этого пришлось прокурору уволиться. Да, порой нужны мне деньги. Но перед таким Господом Бога, если я буду красть деньги, тогда как Господь Бог будет отвечать мне на молитву, когда мне нужны будут деньги? Господь Бог, Он всегда помогал мне и охранял и защищал меня. Да, я многое не знаю, однако я не хотел делать Богу обидное. Да, у меня есть недостатки. Я слабый человек. однако каждый раз, когда было какое-то дело, я видел, как Господь Бог помогает мне. Я был за это очень благодарен Ему. В 2019 году в марте ровно когда исполнилось два года, как мы начали форум христианских лидеров, за два года 84 тысяч служителей получили спасение, получили прощение грехов через нас. Мы были очень благодарны за это. Они получили прощение грехов. После этого теперь нужно их учить о вере. Нужно учить, как передавать Евангелие. В Америке многие служители получили спасение и после этого они пошли в Нью-Йоркскую церковь и сказали, пожалуйста, передайте нашей церкви Евангелие. Вы передавайте. Нет, я не умею. Пожалуйста, помогите нам. Поэтому наши служители, которые служат в Нью-Йорке, они не могут провести собрание по воскресеньям у себя. Почему? Потому что их по воскресеньям приглашают в разные церкви. Именно поэтому, что для нас очень важно, нам нужно научить их о прощении грехов, нужно научить их о жизни по вере. Именно поэтому в прошлом году на острове Чеджу я увидел, там есть очень хорошая гора, и я думал, что давайте тут построим центр и будем приглашать по здоровью из разных стран. И тысячу человек на один месяц пускай приезжают. Давайте построим такой центр, в котором чтобы в год, например, летом и зимой у нас один месяц идет конференция, и поэтому кроме этих двух месяцев, чтобы в год могли по 10 тысяч служителей тренировать. И тогда для этого сказали нужно будет где-то 10 миллионов долларов, где-то 3 миллиона на покупку земли и 7 миллионов, чтобы построить центр. Но в Спрингфильде мы нашли очень хорошее место. Мне кажется, этот университет имеет цену в размере 100 миллионов долларов, но мы купили его за очень маленькую сумму денег. Господь Бог показал это место, и когда я увидел его, я увидел, что оно очень подходит для нашей миссии. В Спрингфилде в местной газете написали о том, что этот университет долго не продавался, но миссия Гуньёс купила его. А миссия Гуньёс это миссия, которая отправляет миссионеров за границу. И у нас есть большие ожидания. И очень крупно написали в газете о нас. И для того, чтобы тренировать там служителей, каждый день братья и сестры американской церкви сейчас готовятся из Кореи контейнерами отвезли вещи для кухни, начиная с посуды. И мы же корейцы, и мы очень любим рис, поэтому отправили и газовую рисоварку, несколько штук, и потом 1300 кроватей мы отправили, отправили в контейнерах. Очень заняты мы. Пастор Пагангул, он говорил о том, что в этот раз он не сможет приехать в Корею, но старшие служители сказали о том, что нет, пастор, пока вам нужно приехать, поэтому я позвонил ему, тогда он сказал, хорошо, отец, я поеду в Корею. И на следующий день он сразу приехал в Корею, но сразу же потом вернулся обратно и готовится сейчас к мероприятию. Если вы будете дружить с человеком, который очень хорошо ремонтирует двигатель автомобилей, то вам ведь не нужно будет переживать, когда у вас ломается двигатель, правильно? Если у вас есть несколько старых машин, то вам нужно дружить с человеком, который хорошо ремонтирует двигатель, правильно? И нужно у него учиться ремонтировать двигатель. Когда мы строили это здание, у строителей я услышал о вентиляционной системе. И после этого я начал немножко понимать вентиляционную систему, и я очень внимательно изучил. Я стал специалистом в этой области пусани, в одной церкви, там внизу собиралась вода. Я позвонил пастору и сказал, вот так, сделайте, тогда вам будет намного лучше. И потом, когда он предпринял то, что я ему сказал, тогда действительно там стал воздух меняться. Знаете, мы находимся в подвале, но говорят, что здесь не ощущается, что мы находимся в подвале. Этому я смог научиться. И поэтому, куда я не пойду, я могу с уверенностью рассказать о вентиляционной системе. Знаете, когда мы живем в этом мире, в нашей жизни бывают разные проблемы и разные ситуации. Например, вопрос воспитания детей. В Библии очень точно и подробно рассказывается, как нужно воспитывать наших детей, служителей, высокомерные служители, они не учат Библию, поэтому они неправильно воспитывают своих детей. Но те служители, которые точно знают Библию, они очень хорошо воспитывают своих детей, потому что в Библии очень ясно написано, как это делать. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна 5 главу, сегодня мы прочитали с 1 по 13 стих. Иисус Христос пошел к купанию Вефезда, Самое интересное, там у купания собралось множество людей, но как они хотят исцелиться от своей болезни, когда ангел возмущает воду, кто первый войдет, тот выздоравливал, и таким способом они хотели выздороветь. Но это дела, но не милость. Кремля нам в 4 главе написано «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». послушайте внимательно. Господь Бог нам даром дает солнечные лучи, верно? Дает бесплатно и воздух, даже дождь. Господь Бог дает нам даром. Когда вы родились, Бог все нам дал даром. Я, когда купил машину, приехала компания из автомобилей, они взяли очень много документов с собой и спросили, какую машину вы хотите купить? Сказали, вот такую. Тогда вот такая будет стоимость, и в эту стоимость ходят такие-такие вещи, услуги, и мы купили машину. Но когда мы родились, так, невысокий нос такой-то цена, красивый нос стоит вот столько так. Не таким образом мы получили красивый нос или красивое лицо, правильно? Да? Большой нос для того, чтобы хорошо дышать, вот столько будет стоить. Такого не было ведь. Именно поэтому Господь Бог, то, что дает нам спасение, дает по милости, но не нашими стараниями. Но в церкви учат неправильно. Человек, который болел 38 лет, он встретился с Иисусом, и что он говорит Иисусу? Он умирает. Некоторый человек шел из Ерихона в Иерусалим и встретился с разбойниками. Разбойники раздели его и, оставив его едва живым, ушли. По случайности, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, одержая вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем и, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Знаете, я читал эту историю, взял ручку и подчеркивал внимательно, человек, попавшийся разбойником, он умирал и добрый самарянин спасает его и это рассказывается о нашем спасении. Есть процесс, как этот человек получает спасение. Здесь написано, самарянин еще некто проезжая, то есть он приехал туда, правильно? Кто приехал? Проезжал самарянин, нашел на него и жалился, кто жалился? Жалился самарянин. Здесь написано, подошел. Кто подошел? Самарянин подошел, привязал ему раны, возливая масло и вино. Кто это сделал? Самарянин сделал, посадив его на своего осла. Кто посадил? Самарянин. Привез его в гостиницу и позаботился о нем. Кто? Самарянин. На другой день отъезжая вынул два динария, дал содержатель гостиницу и сказал ему, позаботиться о нем, если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Во всем этом процессе ничего человек, попавшийся разбойником, не сделал, все делал самарянин. То, чтобы мы получили спасение. если мы что-то будем делать, то не будет спасения. Почему? Потому что спасение совершается по милости даром. Если мы будем прилагать усилия, тем более мы будем отдаляться от спасения. Господь Бог ни в коем случае таким образом не хочет дать спасение. Именно поэтому в купальне Ефеста есть две группы людей. Одна группа людей, даже если ангел возмущает воду, не может войти своей силой. Если кто не поможет, он не может войти к купальне. Именно поэтому этот человек встретился с Иисусом и Иисус у него спрашивает, хочешь ли быть здоров? Он что говорит? Да, но не имею человека, который бы бросил меня, когда возмущается вода. И прежде чем я вхожу в воду, другой входит прежде меня. В этой истории что мы можем почувствовать? Этот человек надеется, если ты можешь, было бы хорошо, если бы ты бросил меня в купальню, когда будет возмущаться вода. Мы можем почувствовать в его словах, что он немножко ожидает помощи от Иисуса. Этот человек, другими словами, даже если увидит, как ангел возмущает воду, он не может войти в купальню. Именно поэтому, увидев это, не имеет никакого смысла. И кто этот человек? Тот человек, который получит милость. тот, который ничего не сделал, но все происходит благодаря другому человеку. Только тогда это будет милость. Если я буду прилагать усилия, тогда это не милость. Именно поэтому Иисус говорит, встань, возьми посерь твою и ходи. И когда Иисус сказал так, то да, он ничего не сделал. Он не может войти в воду, когда возмутится вода. Однако, поверив слово Иисуса Христа, когда Он сделал шаг, тогда происходит деяние. Вот что это значит. Хотя кажется, что это невозможно. Наш грех Иисус Христос умер на кресте. Мы знаем, что Иисус умер на кресте. Но порой бывает, что нам непонятно, как это. Однако, если Библия так говорит, то нам нужно веровать в это слово. Вот что важно. На сегодняшний день многие церкви, они поменяли милость на старание. Они считают, что усердно молиться это есть милость. Они думают, что надо усердно трудиться. Тогда мы получим милость. Однако, человек, который полил 38 лет, что он сделал? Он ничего не сделал. Я не могу ходить. Однако, Иисус сказал, встань, возьми посветовую и ходи. Да, я точно не умею ходить, и точно у меня не получалось раньше встать и ходить. Однако, он поверил в слово Иисуса. И когда он попытался встать, то по слову, по обещанию, в ногах появилась сила, и он смог ходить. Вот в чем заключается истина. На сегодняшний день многие церкви наоборот учат духовную жизнь. Они говорят, что нужно быть верными, нужно трудиться, прилагать усилий. Но многие говорят про освящение. Но они говорят о том, что мы постепенно должны нашими усилиями становиться святыми. Но человек, который знает Библию, не может говорить об освящении. Почему? Если посмотреть книгу «Постанки евреям» 10 главу 14 стих, там написано «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Другими словами, нам не нужно становиться святыми. Грязный человек, если будет стараться стать святым, как он сможет стать святым? Но крови Иисуса Христа пролитой на кресте, то, что Он уже сделал нас святыми, нам нужно поверить в это слово. Многие люди стараются стать освященными, но к евреям 10 глава 14 стих говорит о том, что «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть, через то, что Иисус Христос отдал Себя в качестве жертвы на крест, то Он уже сделал навсегда совершенными. Тогда нам нужно принять то, что «А, Он уже сделал нас освященными». Вот что такое вера. Если Иисус Христос сделал меня освященным, тогда мне не нужно стараться быть святым. Не говорится в Библии об освящении, а говорится о том, что когда Иисус Христос умер на кресте, тогда мы уже стали освященными. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. На кресте уже все Иисус Христос сделал за нас. Именно поэтому Иисус Христос уже совершил совершенное спасение для нас. Нам не нужно становиться святым, а нужно поверить в то, что Он уже сделал нас святыми. Если Я стараюсь, это Мои старания, но то, что Я уже освящен, это значит, Иисус сделал. Если Я буду стараться быть святым, у меня получится? Нет, не получится. Только Иисус Христос один может сделать нас святыми. Евангелие от Иоанна 5-я глава. Нам кажется, что человек, который болел 38 лет, он лежал в купании в Вефесе, встречался с Иисусом, и кажется нам, что эта Библия рассказывает только эту историю. Однако, то, что нам говорит Библия, Библия говорит о том, что человек, который болел 38 лет, он сам не мог ходить, а также видя, как возмущается вода, даже тогда он не может войти в воду. Именно поэтому, даже если ангел будет возмущать воду, он не сможет войти. Если кто-то не бросит меня в воду, если не помогут, тогда я не смогу очиститься. Спасение оно настолько большое, что если кто-то меня не спасет, тогда я сам ни в коем случае не смогу спастись. Если кто-то не поможет мне, я не смогу совершить спасение. Аминь. Именно поэтому не нашими стараниями это произошло. Мы же, когда Иисус Христос умер на кресте, Он спас меня. И я верую, что Он спас меня. меня, Иисус Христос умер на кресте сделал совершенным и сделал святым. Нам не нужно становиться святыми. Когда Иисус умер на кресте, мы должны веровать, что Он уже нас сделал святыми. человек, который болел 38 лет, он не должен что-то делать. Но когда Иисус сказал встань, возьми поселит твою и ходи, тогда нужно веровать, что Иисус уже сделал его тем, который может ходить. И когда Он сделал шаг вперед, тогда Слово сбудется. Именно то же самое, когда Иисус Христос умирал на кресте, тогда уже Его смертью на кресте, когда Он сказал совершилось. Что Иисус совершил? Ту миссию, которую Он получил от Господа Бога. А какую же миссию Он получил от Господа Бога? Он получил миссию, которая заключается в том, чтобы спасти нас от грехов наших. Он прощает нас не каждый раз, когда мы грешим, но Иисус Христос уже завершил наше спасение и вошел в Царство Небесное. Аминь. Иисус Христос, когда сел в Одесную Бога, когда Иисус хотел вознестись, если бы Он не закончил Своё дело, чтобы очистить наш грех, тогда Бог бы не дал ему места в Одесную Бога. Да? Он бы сказал бы, ты сначала очисти грех людей, потом только приходи в это место. Но когда Иисус сел в Одесную Бога, почему Он мог сесть? Потому что Он завершил дело очищения наше. Именно поэтому Он мог сесть в Одесную Бога. Миссию, которую Бог дал Иисусу, Иисус уже совершил. О том, что Иисус уже завершил свою миссию. Именно поэтому не сейчас мы получаем прощение грехов, но 2000 лет тому назад, до нашего рождения, Иисус Христос умирал на кресте, Он совершил спасение. Именно поэтому мы теперь принимаем то, что Он сделал. Принимать эту истину мы можем в 15-м году, в 19-м году, но то, что Он сделал, это правда. Именно поэтому Иисус Христос не каждый раз поднимается на крест, когда мы грешим. Иисус одним принятошением навсегда закончил вопрос нашего греха. Он уже очистил наш грех. Именно поэтому Он сидит в отечественной Бога в Царстве Небесном. Нам не нужно стараться, чтобы очистить наш грех. Надо просто поверить то, что наш грех уже омыт. Принимать это истинная вера, и это истинная духовная жизнь. Понимаете? Господь Бог, когда мы говорим, ой, Господи, очисти наш грех. Так, грех? Ага, тогда какого числа? Хорошо, этот грех я омываю. Не так Иисус Христос Бог действует. Но Господь Бог, Он находится в вечном мире. Именно поэтому Он не получает влияние от времени. В мире времени есть прошедшее настоящее будущее. В вечном мире же нет будущего, нет завтрашнего или вчерашнего, есть только настоящее. Аминь. Что значит Господь Бог очистил наш грех? Он навсегда очистил наш грех. Даже грехи ваших внуков или правнуков, которых еще нет, Господь Бог на кресте уже очистил. Аминь. Именно поэтому Бог очищает наш грех. Никогда мы просим, чтобы Он очистил наш грех, но Он уже очистил и мы послание к евреям, 1 глава, 3 стих. Там написано «Сей, будучи сияния славой образ испостась его и держав сей словом силы своей». Что написано? «Совершив собою очищение грехов наших». Что значит «совершив»? Это значит «уже совершенный прошедшего времени». Другими словами, Он уже все совершил. Уже закончил. Если мой сын учится в Америке, допустим, да? Да, если я заплачу за квартиру, в которой он проживает за один год, тогда моему сыну не нужно будет платить за квартиру на один год, правильно? А если на 5 лет заплачу, тогда в ближайшие 5 лет ему не нужно платить за квартиру, правильно? А если купить ему этот дом, то ему никогда не нужно будет платить за аренду квартиры, правильно? Понимаете, да, что я имею ввиду? Иисус Христос навсегда очистил наш грех. «Ой, Иисус, пожалуйста, прости меня, я согрешил». Хорошо, я прощаю. Не так Он прощает наш грех, но навсегда уже очистил наш грех, и мы веруем в это, то, что Он навсегда очистил наш грех. Аминь. Он очищает грех наш. Никогда вы стараетесь, но да, мы грешим, но прощает же Иисус. Понимаете это? Иисус, Он совершил не одного греха, только мы согрешили, но очищает же наш грех Иисус. «Ой, Господи, прости мой грех». Не тогда Иисус прощает наш грех. Иисус не говорит, вот это я грех просил, а другие грехи ты не совершай. Иисус так не говорит. Он одним приношением навсегда, даром, по благодати, очищает наш грех. Евангелие Диона 5-й главе Купания Вефезда Я Я не знаю как делал ангел но когда пришел Иисус же не своими стараниями ни один человек не выздоровел не было такого ни одного человека но когда пришел Иисус только один человек выздоровел а кто выздоровел тот который не мог ничего сделать поэтому тот кто поверил и принял то что Иисус сделал мир веры если вы узнаете о нем очень подробно то вам не нужно переживать о старости вашей вашу старость если вы будете держать в ваших руках и когда Иисус будет контролировать это невозможно сравнить даже раньше у меня было очень слабое сердце и тогда я жил в Тейджоне после собрания в воскресенье мы ехали в другой город и передавали слово и потом на обратном пути мне было очень тяжело хотя ехать 120 километров всего лишь в Америке когда проведем семинар и когда еду лечу в Корею из Сиула ехать в Тейджон мне очень не хотелось потому что я сильно уставал тогда мне было очень тяжело но я поручил мое тело Господу Богу в 99 году в августе Господь Бог полностью исцелил мое сердце сейчас знаете как я часто летаю на самолете где-то раз в месяц я облетаю планету если я лечу в Санг-Паулу тогда получается что туда-обратно и это уже один круг вокруг света из Парагуая до Санг-Паулу 14 часов из Санг-Паулу до Лос-Анджелеса 13 часов из Лос-Анджелеса до Сеула 13 часов однажды я в Санг-Паулу садился в самолет и у меня был билет на эконом-класс и сотрудник увидев мой билет спрашивает о у вас миллион миль авиакомпания Korean Air если вы будете летать миллион миль тогда вам дают карточку миллион миль и вы можете пользоваться бизнес-классом и также взять с собой одного человека и можно взять жену и можно других в общем одного человека можно взять с собой и в тот день я был очень сильно уставшим и сотрудница спрашивает у вас миллион миль давайте я вам дам место в бизнес-классе я сказал спасибо спасибо в Кот-де-Вуаре когда летел в Корею я летел через Францию Париж во Франции в Париже авиакомпания Франции она также входит в группу Sky Team с корейской компанией Korean Air и пришла сотрудница и говорит о мистер Пак да у вас миллион миль да пойдемте в бизнес-класс знаете лучше не платить и садиться в бизнес-класс чем платить я сказал сотруднице во сколько вы дадите обед а мне говорят вы в бизнес-классе я говорю я знаю что я в бизнес-классе а во сколько у вас обед и она сказала в бизнес-классе все дается в любое время когда хочет посетитель принесите обед хорошо я пообидал и сотрудница спросила не хотите пойти в туалет почему пока вы будете в туалете я сделаю ваше место в кровать я сказал хорошо отлично но когда я летел на самолете самое удивительное это то что теперь мне непонятно людей которые говорят что они устают от перелета вы что в самолете копаете что-то или работаете что-то нет же хотите спите знаете самое спокойное время для меня это время во время полета потому что никто мне не звонит хочешь посмотришь телевизор посмотришь фильм можешь попить кока-колу можешь поесть можешь прочитать библию я часто в самолете пишу книги именно поэтому я не понимаю людей которые говорят что они устают от перелета потому что мы ведь там в самолете не копаем ничем сложным не занимаемся знаете когда я воспитывал моих детей я сказал господи что лучше если я буду воспитывать моих детей или же ты господи я не достоин воспитывать моих детей поэтому господь пожалуйста ты воспитай моих детей с сегодняшнего дня я увольняюсь с качества отца да они будут называть меня отцом меня будут называть дедушкой мои внуки но когда я вижу как мой сын пережил прошлое я очень удивляюсь знаете мой сын знаете как он научился молиться в Америке он учился и 29 лет поступил в армию и он стал секретарем начальника спецназов и в день когда мой сын поступал в армию один человек позвонил мне и сказал пастор Яунгук уже в возрасте может надо как-то воздействовать на это я сказал в смысле ну как пастор ваш сын уже в возрасте ему будет тяжело я сказал брат все нормально Яунгук это человек Божий брат вы не сможете помочь ему столько сколько Бог может ему помочь поэтому оставьте его мой сын стал секретарем начальника генерала спецназов глава спецназов позвонил в центр по подготовке новобранцев и сказал тех солдат которые поступают до такого-то числа пускай они сдают экзамен по английскому языку и тот который займет первое место отправьте его ко мне и мой сын сдавал экзамен по английскому языку и занял первое место естественно он учился в Америке поэтому сдаст экзамен на первое место и с того дня когда он поступил в армию уже было определено что он будет секретарем генерала спецназов но однажды в субботу там было пять секретарей и он был самым младшим из них и он охранял кабинет генерала и пришел один солдат который старше его по должности вошел в кабинет генерала и позвонил своей девушке которая живет в Японии и он разговаривал себе на английском языке и когда об этом стало известно тогда генерал раздневался и сказал кто посмел моим телефоном позвонить в Японию тем более на английском языке только мой сын мог разговаривать на английском языке и поэтому кто-то сказал это Йонгук разговаривал позовите Йонгука Йонгук же он конечно знает кто это звонил почему ты позвонил нет это не я как ты смеешь обманывать отправьте его в тюрьму да если генерал спецназов говорит чтобы его отправили в военную тюрьму конечно его отправят и мой сын сказал что он в ту ночь всю ночь молился перед Богом утро он собрал виши чтобы пойти в военную тюрьму но один генерал позвал его он сказал да я сегодня иду в военную тюрьму тогда тот позвал сказал Йонгук это ты не звонил нет я не звонил твой отец ведь пастор да да ты можешь поклясться именем отца твоего и сказать что ты не звонил да ты ведь веришь в Бога да я верю в Бога ты можешь поклясться именем Господа Бога и сказать что ты не звонил да я могу поклясться тогда этот офицер пошел к генералу и сказал генерал Йонгук не звонил это Йонгук точно звонил Но говорят, что в секретарии никто не видел, чтобы Йонгук звонил. Правда? А ну, соберите всех солдат. Ты видел, чтобы Йонгук звонил? Нет, мы не видели. Тогда почему вы сказали, что Йонгук звонил? Ну, потому что Йонгук знает английский. Нет, Йонгук, тебе не надо идти в тюрьму. Знаете, что тогда почувствовал мой сын? Даже молитва такого человека, как я, Бог слышит. Знаете, я когда об этом услышал, я был так благодарен офицеру, когда Йонгук заканчивал службу, я поехал к нему. Я сказал, знаете, мой сын очень нехороший, но спасибо, что вы его наставляли. Тогда он сказал, пастор, я никогда во время службы в армии не перечил генералу. Это было впервые. И до сих пор мы хорошо дружим. Знаете, Господь Бог, я видел, как Он тренирует моего сына. Мне нечего было делать для моего сына. Мою жизнь Господь Бог ведет. Это я смог ясно увидеть. Знаете, плохие люди обвиняют меня о том, что я присвоил церковные деньги. Я говорю, смешно. 150 миллионов вмещается в несколько восьмитонных машин. И куда их спрятать, скажите? И еще проблема в том, что никто не говорит о том, что его деньги присвоены мною. Я верю, как Господь Бог решает все мои вопросы. Господь Бог, Ты истинный Бог. Знаете, я понял, что даже если человек невиновен, это не значит, что он будет невиновен. Из-за того, что не хватает доказательств, тогда его тоже могут временно судить. Но я видел, что каждый раз Господь Бог помогает мне. Человек же ни в коем случае так не может сделать. Однако Бог, Он может защитить меня. Да, даже человека мы можем обидеть порой. Однако Бога же не надо обижать. Для чего Бога вы будете обижать? Да, были многие трудности, многие проблемы. В этот раз, когда мы проводили форум христианских лидеров, знаете, я несколько раз плакал в моем сердце. Служители, которые в этот раз приехали, на самом деле, это старшие служители в своей стране, самые уважаемые служители в своей стране. Мы порой с ними ругались. Я и кричал на них, но интересно, они все поменялись своей души. Когда я слушаю их свидетельства, их сердце горит. Я хочу пригласить их в Принфилд, чтобы они учились у нас, чтобы этот драгоценный Евангелий они вместе с нами передавали. Мы уже определили, кто будет учить. Уже сделали расписание. И, начиная с июня, мы хотим учить служителей. Многие пастора, которые находятся в Америке, они хотят учиться у нас. в Европе, в Африке, многие пастора, они удивляются, приезжают к нам. Они счастливы. На протяжении тысячи лет секрет прощения грехов был спрятан. Но по благодати Божией теперь для многих людей эта Евангелия стала наяву. И мы можем быть задействованными в этом деле. Женщина, взятая в прелюбодеянии, она получила спасение. Иисус говорит, «И я не осуждаю тебя». Почему не осуждает? Потому что Он написал. Иисус говорит, «Я не осуждаю тебя». Что это значит? Это Иисус говорит не только женщине, взятых в прелюбодеянии, но и людям, которые прелюбодействовали в этом времени. Те, тем, которые обманывали в этом времени, тоже относятся это слово. Те, которые воровали, это тоже слово касается. И мошенников это касается. Покайтесь. И когда мы веруем в слово, то, как сказал Иисус, мы не будем осуждены более. Мы будем в вечном Царстве Небесном. Поэтому в Библии я с этой Библии передаю Евангелие по всему миру. И наши служители нашей церкви, они в основном живут за границей. Один пастор говорит, что все финансы церковные уходят на билет, чтобы поехать за границу. Не пойму, это хорошо или плохо, но он так говорит мне. Да, он рассказывает мне так. Если бы он сказал, что это плохо, тогда бы я его не отправил, но он не говорит об этом. Мы просто улыбнулись и закончили. Но мы были счастливы. Куда бы этот пастор не поехал, я видел, как многие люди, политики получают спасение. Многие служители получают спасение. Получают свободу от греха. И они веруют в Иисуса Христа, находятся в свете. Евангелие от Иоанна в 8 главе или в 5 главе очень ясно говорится нам об этом, что «Я не осуждаю тебя». Не я это сделал. Евангелие от Иоанна в 5 главе, то, что мы сегодня прочитали, если это произошло делами человека, то это будет уже не милость. Господь Бог же по милости спасает нас от греха нашего. Если вы что-то сделали, то это уже не будет милостью, стараниями. Мы не сможем получить спасение. Все, что нужно для нашего спасения, если что-то нужно было сделать, то все через Иисуса Христа это совершилось. И сто процентов уверенно белее снега, Иисус Христос уже все очистил. И мы теперь должны просто веровать в это. Когда Иисус Христос умирал на кресте, Он заплатил всю цену, и вы должны в это веровать. А второе, что касается вашей жизни, вашу старость, или ваших детей, или ваше будущее, все, что касается подобного, чем я, если я буду делать, если Иисус будет делать, это будет намного лучше. Попробуйте поручить Иисусу и уповать на Него. Тогда вы сможете увидеть, как драгоценная рука Иисуса Христа будет вести вас. И это будет удивительным. Иисус Христос ни в коем случае не меняется, Он не изменится. Он никогда не будет менять свои слова. Он что вчера, что сегодня, во веки тот же. Не нужно ваших стараний, не надо ваших усилий. все, что нужно для того, чтобы очистить ваш грех, все усилия и весь труд, Иисус Христос уже своей кровью заплатил. И поэтому просто уверенно прочитайте в Библии это слово, и вам остается только поверить в это слово. До сих пор, если у кого-то не получается поверить, сейчас веруйте в это слово, тогда вы будете едины с Иисусом, и после этого вашу жизнь, Иисус будет уже нести и отвечать за вашу жизнь. Поэтому вашу старость, ваших детей, ваше будущее, когда вы будете о них заботиться, лучше, чтобы Иисус заботился, тогда это будет совершенной заботой. Нигде такой заботы нет. Я веровал в Иисуса Христа, и пятьдесят с чем-то лет прожил с Иисусом, ни разу Иисус Христос не менял свое сердце по отношению ко мне. И когда я был слаб, Он всегда помогал мне и благословлял меня. Я желаю, чтобы каждый из вас, оставшийся свою жизнь, поручил Иисусу Христу, и чтобы жили ради Иисуса Христа, и чтобы Иисус Христос, который возлюбил вас, держал вашу жизнь, чтобы Он защищал вас и вел вас, тогда я верю, что не будет более благословения, чем это. Редактор субтитров Редактор субтитров